Добрый день! Я расскажу, как я крашу яйца на Пасху в луковой шелухе. Легко и просто. Беру луковую шелуху, можно ее запарить, можно не запарить, можно сразу залить луковую шелуху водичкой, и потом кладем яйца и таким образом красим. Значит, я предварительно ее, луковую шелуху, заварила, подготовила, и она у меня проварилась буквально 5 минут. Тут такой тоже есть способ, и видите, она уже такая стала как бы очень некрасивая, но зато раствор, которым я буду красить яйца, получится хороший. Сколько шелухи, да сколько есть, только чем больше шелухи, тем более красные будут яйца, и получатся такие, ну, увидите, какие у меня получатся. Значит, конечно, я буду закладывать яйца в такой, или тепленький раствор, или в холодный раствор, и обязательно я положу блюдце на донышко, почему, я скажу почему, для того, чтобы не треснули скорлупа яиц. Вот соль я не добавляю, можно добавить соль. Почему я, допустим, не добавляю соль, я вам скажу, потому что вот когда я варю в чистой водичке, и даже в этой водичке, можно эту воду использовать для полива цветов. Тоже хорошо. Ну, я знаю, что стопроцентно, когда есть блюдце, то яйца не лопнут. Так, ну вот, вода уже у меня готова шелухой, и будем приступать к яйцам. Украшать я буду рисом. Значит, что мне для этого надо? Яйцо. Яйцо ябру белое. Мне нужен тоненький носочек или, конечно, тонкие колготы. Я жду тонкие. Чем тоньше, тем лучше. Значит, как при помощи риса. Я беру обычный рис, какой у меня есть. Конечно, интереснее, да и тот, и тот, и крупный интересный, и мелкий рис. И я, как я всегда говорю, я делаю все легко и все просто. Я себе не делаю лишних забот. Так, вот я насыпала в носочек рис. Теперь кладу туда аккуратненько, потому что яйцо у меня сырое, не вареное, ничего сырое. Кладу яйцо. И вот таким вот образом, если вам это видно, я как бы распределяю эти зернышки вокруг этого яйца. Как они лягут, так и не лягут. Так, желательно, чтобы этот хвостик был с этой стороны, этот будет хвостик с этой стороны. Натягиваю. И теперь узелочком завяжу. Можно при помощи ниточки, конечно, завязать. Можно узелочком. Вот так вот. Можно даже увлажнить, чтобы было легче. Было видно, чтобы было легче распределить этот рис по всему яйцу. Тогда я распределила. Ну, как получилось, как так и получилось. Значит, одно яйцо я уже подготовила. Значит, это яйцо украшение с помощью риса. Вот я рис распределила, и я в конце сделала два узелка, и между узелочками я разрежу. Разрежу для того, чтобы... Значит, одна заготовочка у меня готова. Второе яйцо, опять-таки, беленькое. Я буду делать украшение, знаете, с чем? Там, с горохом. Обычный горох. Даже не знаю. Даже не как достаточно. Опять-таки, ну, с горохом проще, видите, лучше видно. Там рис не очень, может быть, вам видно. А с горохом будет видно. Теперь я тоже сейчас аккуратненько его завяжу. Вот это носочек или чулочек, что у кого есть. И вот эти горошины буду распределять. Распределять можно как угодно. В виде цветочка, допустим, вот так вот. Одна, два, три, четыре, пять. Так вот я свожу его, этот горошек. И будет цветочек такой. Вот, тут уже фантазия работает. И это как хочу, так и делаю. А горох, как ляжет, так и получится. Можно просто зернышки вот так вот. А можно вообще никак. Вот как они лягут, так и не лягут. Можно такими полосочками. В общем, кто как хочет, так и сделает. Я теперь тоже сделаю, как у меня получится, так у меня получится. Так, так, так. И здесь сзади я тоже завяжу. Или можно ниточкой перевязать. Или как это я делаю, я беру завязываю. Чулок. Так, и здесь я тоже отрежу кусочек. Ончику не нужен. Это будет лишнее. Можно так вот просто, как и отлично. Так, и теперь еще я одно возьму беленькое яйцо и буду его украшать с помощью ниточки. У меня же, конечно, не так много. Тоже, опять-таки, я так делаю. Кажется, делает по-своему. Я делаю. Просто наматываю ниточку на яйцо. А там посмотрим, что у нас будет. Отрезаю лишнее. Кладу чулочек или носочек. Видите, у меня больше нет такого самого тоненького носочка. Немножечко будет, конечно, грубоватый у нас тут. Посмотрим, что получится. Вот так вот. Три яйца будут с рисунком. Так, здесь я с этой стороны сейчас завяжу. На узелочек. Я люблю узелочек завязывать. Многие девочки, я смотрю, там ниточками у них это быстрее может получать. Вот так вот узелочек. Так, это будет с нитками. И одно яйцо, желтое, я ничем не буду украшать. Оно очень будет красивое само по себе. Вот все. Теперь я закладываю в кастрюльку. И буду варить, как обычные яйца. Ну и, конечно, надо так, чтобы жидкость накрывала все яйца. Чтобы равномерно будет украсть. Сейчас водичка нагреется хорошенечко, закипит. Я варю, как обычно варю. Если вкрутую, так варю я, конечно, минут, наверное, 7-10. Будет достаточно. Все, пусть варится. Так, я буду нанимать. Время прошло. Холодная водичка. Так, и это с горохом. Такой пузатый горох разварился даже немножко. И это с чем? Это с рисом. Сейчас я достаю с риса. Вот. Это все можно отбираться. И где мое тут последнее яйцо? Вот какое оно красивое. Посмотрите, видите? Это коричневое яйцо. Оно даже не требует никакого украшения. Оно так красивое. Все, теперь будем выкладывать, развязывать, смотреть, что получилось. Здесь мои ножницы. На мой взгляд, это самое красивое, просто, быстро. Зачем тут что-то выдумывать? Красота. Так. Рис. Открываем. Открываем, освобождаем. Все это. Вот оно. Так. Это с рисом. О, сейчас возобью еще. Так. Красота. Ну, такая, как мраморная получается. Теперь горох. Что у нас получилось с горохом? Вскрываем. Вот оно скрывает. Прямо как ребенок ожидает. Как цыпленок, да? Точно. Это с горохом. Тоже симпатично получилось. Можно было, конечно, гороха поменьше. Поменьше гороха, было бы, кажется, получше. Так. И это с нитками. Глянем, что с нитками выше. Так. Это были ниточки, которые я намотала. Сейчас я все это размотаю. Ну, так произвольно получился такой. Такой. Типа. Такая красота. Ну, и обычно, да? Теперь я их должна простушить полотенечком. И когда они просохнут, я возьму маслице. Вот такая салфеточка. Я сюда немножечко где-то чайную ложечку масла. Эта салфеточка увлажнится маслом. Вот такая будет жирненькая. И затем я каждое яйцо, естественно, вот так вот натру. Оно еще и будет блестеть, пока они горячие. Вот ее самое красивое. Мне лично нравится, если я каждый год делаю, крашу яйца в луковой шелухе. Белые, конечно, бледненькие. А, горячо. Пускай немножко остынут, я натру их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!